всем привет меня зовут александр рогов я ваш самый любимый блогер блогер тиктокер человечек в общем человек скороговорка добро пожаловать на мой канал и как вы понимаете сегодня мы с вами снова на красной ковровой дорожке потому что что да потому что все потому что сегодня мы с вами будем обсуждать звездные выходы российских celebrities на розовую ковровую дорожку премии ру тв ох сегодня будет пожар мне кажется и компанию не составит полюбившийся вам николай овечкин ждем его тут и начинаем иди а это было эффектное появление николай овечкина николай александр добро пожаловать на рогов лайф приветики коль мы сегодня будем с тобой обсуждать ру тв и я сразу тут зрителям продам одну информашку ты одну из российских звезд одевал для этой премии знаешь ли ты адрес коде были какие-то нюансы что вообще запрашивали организаторы кто организатор знаю все потому что не только для этого мероприятия одевал юлю на контракте с ней давай скажу что николай не юлю меньшову одевает юлю зиверт и мы сегодня образ юли зиверта обязательно увидим короче дресс-код был маджента но оказалось что русские артисты не отличают мадженту от фуксии и поэтому получилось получился как называется конфуз юля не соблюдает дресс-код таких мероприятий поэтому мы просто в своей струе так то есть в дресс-коде просто написали маджента именно так было написано пригласителем маджента да но мы с тобой на самом деле лично знаем фэшн-директора ру тв снежину кулова давай я сейчас аудио запишу спрошу какой был дресс-код вдруг она нам даст более точное пояснение еще одна поправка важная комплект должен быть быть построены максимально на русских дизайнерах а да а обычно они прямо на западных построены но у юли было так да снежин привет отрогов мы тут с овечкиным записываем сегодня обзор премию тв выхода в звезд скажи пожалуйста у вас был какой-то дресс-код во что нужно было одеться что вы заявляли просто интересно интересно почему так получилось дождемся ответа а пока предлагаю без лишних слов начать обсуждать звезд и коль у меня к тебе еще один вопрос представь что я тебя на интервью вообще пригласил ты одеваешь не только юлю зивер ты на самом деле одевал больших артистов например свету лободу есть какие-то тонкости когда вы готовитесь красной ковровой дорожке что вы учитываете о чем вы думаете и оправдываетесь ли вы после если вдруг такие как я и такие как ты наговорили гадости я не как мы никогда не оправдываемся это первое второе ты знаешь что дорожка есть либо манифест ну то есть что-то несешь и пытаешься сообщить ну либо ты просто купила классное платье хочешь не выйти ну или взяла его кого-то дизайнера слава богу я так не работаю если говорить о свете то свет на этом не про манифест скорее это про очень эффектные яркие тра-та-та а юля про манифест мы играем в эту игру да о подожди снежина ответила сашка привет да был дресс-код я его формировала сейчас тебе скину то что было в качестве рекомендации сейчас увидим рекомендации давай посмотрим рекомендации в этом году любезно просим вас воздержаться от лагомани не использовать крупную символику тех брендов кто ушел с российского рынка то есть я в майке баленси ага там был бы за канцелен как и символика любимого телеканала ру тв наше сердце бьется в цвете маджента образы данного оттенка приветствуются в стиле церемонии можно добавить и отражающие и зеркальные элементы в аксессуарах и одежде также уверены что вы найдете возможность поддержать наших крутых российских дизайнеров и с гордостью продемонстрируете их наряды на премии ждем вас и по достоинству оценим ваши неповторимые образы в общем мы сейчас коля с тобой по достоинству будем оценивать неповторимые образы русских звезд предлагаю начать и начнем мы с мужского лука это мить фомин вот именно мужской лук репчатый о митик хороший парень был ну и сейчас на есть короче ну все мне пора между завтра и вчера но это плохо изжога дикой лосихи это называется то есть во первых нужно понимать что маджента это по понтону один конкретный оттенок в котором изображен логотип прекрасного телеканала все остальные фуксия разбеленные розовые и так пудровый это все не маджента коль на пирога это просто очень плохо это просто чудовищно у меня во первых вопрос к премию тв зачем делать такие яркие кислотные задники задник это то что находится за звездой да увидите цвет маджента собственно на заднике надпись логотипы очень много всего зачем это делать даже если канал в цвете маджента зачем делать все в цвете маджента вокруг и еще просить людей в цвете маджента или в розовом если хотите фиолетовым появится очень плохо то есть я вижу задник и не вижу звезду митя фигуристый подкачаны где все это что здесь что это за плащ-палатка что это за рукава подстреленный что это за какой-то водолазены шторчащий что это за какие-то резиновые штаны я представляю как он вспотел в этом все мы просто живут еще волосы все не покрашены очки эти это просто ужасно мне просто интересно ну понятно что это сам из дат то есть его стилист скорее всего приехал какой-то ателье искал типа юра или там галина дмитриевна смотрите у меня есть тряпка розовая есть тряпка вот это вот непонятно какая зеркальная давай как-то вот так очки с алиэкспресс очевидно просто просто очень плохо это просто ужасно это знаешь даже похоже на что первый курс текстильного какого-нибудь вуза в гурдиво коллекция про космос вот тут спасти ничего нельзя это плохо мить мить ну не туда не туда вообще это кол это ну опять же вопрос это не митикол это понимаю что там работал специалист ну ладно я все тоже активный участник я всегда когда подобные случаются разбор полетов мне всегда интересно посмотреть в глаза этому человеку то есть ты же смотришь на него и ты говоришь артисту типа мить ну ты просто нереалка вот сейчас вот ты прям вот это надеваешь и ты просто ну стратосфера стилист митя фомина если ты смотришь обзоры появись то есть листов устроил бы и устроил бы вот такие разбор но в общем плохо идем дальше друзья мы скоро продолжим наш обзор я уверен вы так же как и я любите летние распродажи и тоже не любите тратить на них время тем более лето у нас ну вот такое короткое сначала ты долго едешь в торговый центр ищешь нужный магазин потом ищешь магазин из тех что еще не закрылись а в итоге что твоих размеров нет разочарованно ешь какую-нибудь вредную еду на фудкорте и уставший едешь домой теперь на летнюю распродажу можно отправиться находясь дома на даче или даже пляже и так с 26 по 31 июля на маркетплейсе озон большая распродажа одежды огромный выбор одежды обуви аксессуаров на все случаи жизни и максимальные скидки до 80 процентов да да вы не ослышались до 80 процентов ехать никуда не надо покупки быстро доставит курьер или рядом с домом легко найти пункт выдачи заказов с примеркой если вам вдруг что-то не подошло можно легко это вернуть запоминайте с 26 по 31 июля 1 масштабная распродажа одежда на озон а для премиум подписчиков озон распродажа откроется уже 25 июля подробности на сайте озон точка ру ну как вы понимаете я вообще-то премиум подписчик озон и моя распродажа уже началась так я возьму вот эту толстовку вот эти кроссовки и вот эту куртку а вы продолжайте смотреть выпуск ксения бородина улыбчивая кисулькина красотулькина кисулькина красотулькина ну такое ощущение что это платье из отдела тысяча и одно платье с рюшами на рукавах и дорогая сумочка в руках как будто бы она где-то на южном побережье греции идет на классный какой-то коктейль с подружками да это коктейльная вечеринка бассейна единственное что я сейчас мог бы сказать в оправдании ксения бородина не певица не актриса она не имеет отношения к музыкальному шоу-бизнесу она просто пришла на мероприятие там поприсутствует ну вот просто фоновое платье просто сумочка в руках и просто дорогие босоножки и обвес мне просто интересно типа зачем вот это на руке у нее четырехкомнатная квартира в кемерово ну как для того чтобы показать всем достаток давай не так как как стилист вот типа это прием чтобы сделать что ну я тоже в обвесах хожу не снимаю ну пусть ты в обвесах при так сидишь на джинсах и на белой футболке то что у нее клумба тут у нее пумба тут у нее еще пожалуй надену все свои гвозди все свои роликсы мне кажется что сейчас бы такой классный совет вот для тех кто носит обилие украшений для жизни это прикольно но когда мы говорим о выходе на дорожку я бы все это конечно убрал убрал бы все эти часы все эти повседневные браслеты потому что все эти кортье лав гвозди кортье роликсы это повседневная ювелирка для меня это не красная ковровая дорожка оценку ставим или нет ну тройка а митти митти колл митти нет нисколько прогул ну тройка ну ладно ну давай девочкам выпускницам скажем девчонки ну симпатичное платье на выпускной как один из вариантов да ну так давай дальше у нас здесь виктория дайнека со спутником имени спутника я не знаю может быть и к лучшему потому что этот мятый пиджак обсуждать вообще не хочется очки эти затемнением она веке на веке что-то типа вдохновленная коллекции валентина кстати кстати это реально отсылка к валентина но явно не валентина да но валентина терешкова просто мне всегда интересно если вы все-таки играете в плесе дико подлая ткань давайте будем знать то есть типа все ненужные моменты перелом вашего плесе превратит вас в тумбу прикроватную ровно так и вышло но я бы не сказал что это позорище то есть это не позорно не это правда ну это это скажем сносно это фоне мити фомина и да да это типа ну куда не шло ну проходное платье возможно движение красиво бы смотрелось или может быть вика постаралась бы попозировала бы здесь например чуть-чуть покружилась как-то вот так вот руками сделала бы чтобы вся эта плесировка полетела сейчас это просто унылое висящее розовое платье но не позорно не позорно выглядит сносно чистенький мейк сережки конечно вот если бы у него просто стояли типа два классных пусета в ушах она была прям супер я вообще здесь в минимализм бы поиграл мне кажется что сережками пытались поддержать вот эту какую-то невнятную брошь вот здесь видишь там какие-то полетки если бы кстати ее не было было бы да если бы это была чистенькая красивая плесе с этим летящим силуэтом было бы лучше просто невидимые серьги я бы чуть-чуть взбодрил волосы вот как-то уж очень здесь гладко лежат как будто бы голова грязная как-то вот не очень хорошо и отсутствие аксессуаров чтобы было просто вот это легкое воздушное платье поиграть в минимализм ну трояк трояк хороший такой устойчивый трояк устойчивый трояк юлия барановская коль и юль барановскую достаточно часто одевает наш с тобой коллега лёша сухарев ты не знаешь он имеет отношение к этому выходу я не знаю имеет ли он отношение к этому выходу эта тряпка у меня от нее изжога почему тебе ну потому что этот из этой ткани не пошил только мертвый по когда-то типа четыре года назад четыре сону назад в атье типа пошили эти платья кишки и вот все внезапно решили ну кстати силуэт этого платья кстати очень даже неплохой ты знаешь мне вполне вероятно нравится силуэт этого платья мне не нравится то чем это платье сопроводили клач этот черный сердечко сен-лоран его держать неудобно смотри как рука некрасиво выглядит вот этот бумажный браслетик на вход в веб-зону зачем он здесь нужен зачем вообще звездам надевать бумажные браслеты перед дорожкой но поставьте лучше менеджера какого-то кто будет встречать всех на веб-зоне и будет спокойно по лицам всех пропускать но вы видели хоть одного человека на большом западном мероприятии с бумажным браслетом на красной дорожке но нет конечно все всех должны знать в лицо маленькие браслетики эти ниточки тоже здесь совсем не нужны прическа мне кажется немножко курортно я бы по такой платье вообще чуть ли не высокий зализанный хвост сделал такой прям дерзкий острый она такая немного неофутуристичная афродита немного вот так да а тут типа да но при этом типа блестящие элементы в платье есть до цвет не совсем мадженто но хотя бы около потому что она слилась со стеной опять же к вопросу бэкграунда дорожки на хрена вы если вы заявляете этот тон зачем зачем типа чтобы просто проваливались я тоже не понял в чем логика зачем было делать задник мадженто пол розовый мадженто и просить всех прийти в мадженто я бы придумал какой-то более нейтральный задник даже посмотреть золотой глобус мэтт гала но всегда там задники даже если они и акцентные они не отвлекают внимание от образов а здесь образ практически не видно нужно вглядываться но платье на самом деле не такое уж и стремное платье не стремно кстати сейчас типа я всмотрелся я понимаю что они пытались играть в дресс-код клатч понятно пока убрать очень неплохая линия бедра очень красивая линия ключицы она очень ну прическа и шамима немного была бы она так в каком-то соломином канатье и в каком-то леном платье тогда будут да то есть был вообще все не срослось я тоже за трояк трояк до устойчивый до хороший контур лица у нее окей двигаемся дальше певица максим в коралловом почему-то цвете ну я так скажу ну хорошее пляжное платье тоже для коктейля у бассейна сидеть спиноколадой ножку через ножку перебросить и мне кажется вот эти накладки из волос ну вообще никого не красят но мы же не в лос-анджелесе вот эти волосы лепить но не идут русским девчонкам эти накладные волосы ты же понимаешь в лос-анджелесе я был в этой мастерской в которой делают парики типа ну другим артисткам и этот парик стоит он там 15 тысяч долларов я понимаю он либо должен быть такой либо его не надо тогда ну то есть это игра в этот ну да не питаться туда у тебя типа по тону твоя челка не попала по твои накладки затылочные ты немного типа ку-ку но снисходительно она правда большая молодец вернулась взорвала шикарно выглядит шикарная фигура красивое лицо легкий макияж но платье пляж на е ну трояк тоже трояк да давай дальше юля ковальчук господи восставшая извиняюсь она она замужем за вот этим за чумакова давай вот так очень фантазийный комплект это называть очень дизайнерская вещь нет ничего хуже чем пошить дизайнерскую вещь но какие-то брюки которые с неправильной геометрией сделали из нее просто тумбу в линии бедра юля вот такая маленькая правда опять вот эта ткань которая за типа 375 рублей метр на сельскохозяйственном рынке я вообще не понимаю что здесь происходило то ли это александр маккуин вдохновил юлю и ее дизайнер у него была такая коллекция еще прижизненная с кимоно но реально жутко все скроено неказисто сидит линия пояса у брюк не та и они просто длинные в пол они даже не наслаиваются они должны искажаться мне кажется там напуск должен быть что у них просто один портной смитивами возможно потому что человек вытачка грудная скроено неправильно это я вам говорю как человек который понимает в этом точно а под клажина не в тон друг другу вот это вот крыло внутри почему золотой пояс который не попал в поясную зону то есть это самое опасное когда есть отрезная талия а ваш пояс задрался то есть поясок ремешок или вот такой металлический пояс должны полностью перекрывать этот шов то есть шов у брюк ниже зачем там все это было нужно то ли поясок придумали в последний момент зачем он здесь нужен опять-таки я бы здесь тогда волосы наверх убирал хвост зачем здесь волосы легли вот эти воланы продолжают нет на самом деле юля очень милая девчонка и мне жалко и мне жалко что она уже столько лет пытается найти свой стиль ее там из кэри бред шоу сравнивали она говорила я русская кэри бред шоу ну какая русская кэри бред шоу ребят я вас умоляю здесь не стиля не наполнение вообще нет ничего июля реально в поисках постоянных и все никак не найдет уже очень плохо это пол так листаем ты знаешь кто это конечно кто это это диджей как екатерина гусев да я знаю что диджей но вообще я надеюсь что нашим зрителям видно что это просто адский трэш а я еще боюсь сейчас предположить что возможно это дизайн игоря гуляем потому что они дружат брючата туфли эти похожи на мюглер скрестившийся с баленсиага и при этом это какой-то совершенно неудачно и однажды костюме кого человек который металлический где типа лев пустая башка она этот дровосек да она просто парам-пам-пам это просто очень плохо это омерзительно игорек гуляев я прям чувствую его почерк полукорсет немного фукси немного и вот этого вот блеска немного а вот это вот адская сумка что это за жуткая сумка ноги иксом стали почему эти букли здесь зачем здесь букли на день тогда просто красивое вечернее платье зачем букли от вечернего платья банального вот эти сережки какие-то невнятные висючие и вот этот мюглеризм вместо брюк очень просто какая-то лютая жесть она же ездила на примерки конечно это будет стоить они утверждали они там еще веселились и говорили боже кать это будешь самый божественный на премии там все просто обоссутся когда тебя увидят это просто трэш анал это катастрофа ее же посмотри что наш оболдели как очень пьюшую женщину типа лицо просто что за смоки чпоки зачем умоляю сходи гуар она тебе типа что там подкорректирует кстати или сердар ну вот это вот все и там нарисуют вот так хвост завяжут еще вот эти наклейки сюда приклеивать чтобы брови поднять важное правило не пытайтесь перестилизовать стилизовку вот это прям типа нарядилась вот видно типа о как катя кать нарядилась наш то глянь как пошла старалась просто зачем чё к чему очень плохо это ноль это ноль из из ноля это ноль господи зачем они сделали эти проблемные ножки вот этими линиями неправильно то что с пахом она спрятала там амбар что ли это просто ужасно коль давай листать дальше то что это ноль из нуля однозначно какой тяжеловесный неверный монолитный комплект на это бедной молодой девочки кто это саша мне всегда так сытно когда мы с тобой говорим кто это как будто мы бабки мне кажется что это какая-то тик токерша она не тик токерша это катя душкина у нее youtube появился когда ютуба не было в мире правда да она просто накрашена как очень взрослая женщина из тамбова а ты знаешь такая же проблема случилась сейчас с одной западной актрисы молодой которая играла и играет до сих пор в сериале stranger things билли бобби баби буби ее так просто малюет она выглядит как 30-летняя хорошо выглядящая женщина и 19 лет ничего страшнее чем когда тебе 26 лет а тебя намалюют так как будто бы ты хорошо прооперированная 60-летняя женщина с птозом ну давай так вот мы забудем что это катя а дужкина что как-то там ее неудачно накрасили но пока несмотря на то что низ выглядит тяжеловатому кати такие прям сбитые ноги такие прям спортивные но пока это ну хоть как-то похоже на современную моду платье с вырезом немножко видно овал груди и здесь какой-то элемент на плече и босоножки современные на таких блестящих завязках но может быть это и не не супер топ но сейчас это ну хоть дуали по и хоть чуть-чуть тут попахивает я считаю что это лучше для этого платья нужно быть типа хайли бибер ну то есть типа чтобы тебя пока это лучшее что мы это правда так тут извини как бы из двух зол выбираем меньше и тут вопрос явно здесь не поддержан цвет маджента и кстати вы видите теперь платье выделяется на фоне и его хотя бы видно возможно это российские дизайнеры я думаю что нет нет это когда александр ванг как будто бы это что-то типа да но я бы поставил даже 4 за это это внятно 4 вполне давай 4 это внятно да о боже цветочек распустился это юля волкова нет катя катя как же ее зовут катя юля катина катя не так а вот лена катина это лена катина из группы тату и вот коль представляешь ты супер мега звезда мирового уровня а мы сейчас две минуты не могли вспомнить имя лена катина реально звезда мирового уровня но это правда а потом ты приходишь на премию ртв и у тебя легкая голубая поволока зачем вот эти теньки типа чтобы что на хрена вы налепили эти пучки будьте вы прокляты зачем вы это делаете сразу глазик маленький поросячий чё к чему эти калоши а что это versace или что это да я посмотрю блин эти versace на платформе очень классные но не идут практически никому супер высокой надо быть супер тонкими ножками чтобы эти огромные чиколды смотрелись классно здесь видим девушку невысокого роста ноги такая обувь не красит да платье это с цветком неправильной длины тогда оно должно быть еще короче вот прям вот по самое по самое вот неприличное место то есть цветок должен быть длиннее чем подол мне кажется платье должно было быть короче и спутник у нее в великолепном костюме гучи классно очень и водолазка подходит под обувь но так все это старательно вот этот макияж возрастной ну ну какая тут группа тату ну какая тут провокация что это вообще за фигня но опять же наверняка она не сама оделась то есть ей стилист привезла это платье нарушающая все правила биометрии тела бог с ним почему черные босоножки но черные обувь всегда придает пикантности но мне кажется выбор обуви совершенно некорректно вот смотри эта перемычка отняла у нее еще 20 метров и так не существующих конечно конечно это просто туфли мини-маус вообще просто чипи-пипи копыта идем дальше очень плохо ты оценку не поставил два а чё ставить то какой 2 3 ну да прогул ставим прогул ёп ты знаешь кто это это группа тузи да мы такие старпёры чтобы помним группу тузи это группа тузи и выглядят они все как тузи блять ой ой извините это просто какой-то треш анал смотреть до конца давай не так ирка ортман классная девка мы с не знакомы лично что за жаба жижа кобыла корова что на не надели платье на всех сидят жутко но вот черная пожалуй лучше всех сидит есть одна очень важная вещь мода не может быть бутафорской все что я вижу на этой фотографии все бутафорская как будто бы это должно было сниматься в фильме крестьянка жаба жижа корова закат кобыла вот так должен называться этот фильм типа о чем эти компании это причем еще не главные героини не по фону в баре прошли разочек чтобы пятна яркие были и чтобы издалека не было видно что у них там в руках правда выглядит все жутко дешево сидит некорректно очень хорошее слово ты подобрал бутафорская реально как будто бы это все ненастоящее вопрос типа девчонки малышки мои любимки у меня куча отрезов на производстве есть ткани классных вы когда следующий раз будете собираться понимаете дешевую тряпку не спрячешь какой бы ты не придумал дизайн если вот это красный сраный синтетический гипюр на беже то ты чтобы вот даже если это а вот эта накладка на груди зачем не это плохо очень причем если они стоят как группа это группа очок то в лес кто под рова еще раз девушка в белом или ее стилист и все ребята мои коллеги и так далее если вы прибегаете к приему оголения через сетку сетка должна быть в тон вашей кожи у нее просто мертвые окорочка торчат в эти дыры то есть у нее темная грудь и белая подмышка чего к чему куда шла если вы хотели триумфальное возвращение группы тут си то вы у вас получилось кавычках давай дальше тут оценивать больше ничего плохо а вот сейчас коля будешь защищать свою работу вот смотри мы видим зиверт которая явно забила болт на то о чем вас просили мы здесь не видим ни мадженты не вполне вероятно русских дизайнеров тут есть русский дизайнер нет это по карабан и в сен-лоран а вот расскажи пожалуйста об этом образе почему он такой то что у меня есть вопросики можешь их задать почему он такой потому что потому что мы почему-то решили что он будет такой ну а тебе нравится результат как это вот выглядит сейчас на этом снимке же но я же типа не объективен к себе понятно да то есть типа я дико эгоцентричен я понимаю что вселенная крутится вокруг меня и я самый лучший как бы там ни было и также думать все стилисты предыдущих звезд абсолютно да и я сейчас не говорю что я лучше или нет блять я лучше извините конечно а что тебя смущает типа классные худые ноги прекрасная линия груди но у меня смущает то что вы знали что здесь будет такой жуткий задник наруте вам всегда жуткий и лук этот вообще не выглядит классно на фоне этого жуткого задника и я не понимаю вот этот вот треугольник вот этот шелковый это подъюбник в платье такой как вот отсюда от линии груди а почему треугольный а потому что у него вот так оголяется он как будто бы в писю вот сюда вот и заправился никуда он не заправился не ври просто мне очень знаешь какой лук юли понравился в котором она приходила на запуск журнала войс на ней был какой-то топ короткий в каких-то нитках торчащих разноцветный она была в очках лоэвы в таких ярких какая-то там юбка была трикотажная вообще просто супер я подумал было бы вообще классно в этом пойти сюда ну просто вот так решили ну короче вот вот вышло вот так ну слушай вышло лучше чем все ну давай по чесноку ну давай по чесноку но ты же не хочешь чтобы мы сравнивали юлию зиверт с группой тут я вообще не хочу чтобы юлию хоть с кем-то сравнивали что мы сравнивали выход юли зиверт с леной катиной или не дай бог кати гусевой но понятно что на фоне них это офигенно просто я помню прошлый выход на рут-тв юля она была в его вокс кстати в прошлом году еще поддержала российские бренды это было феерично там было космосы эти очки какие-то косы по моему были даже линзы какие-то опять же это был манифест потому что мы в это время выпустили бестселлер с максом барских нам нужно было поддерживать но это опять же как обилийла что нужно было поддерживать эту кибер-бибер эстетику и нам нужно было в нее играть и мы не играли мы сейчас не выпускаем никакого альбома мы понимаем что мы не хотели играть в русское мы понимали что это абсолютно про юлю типа юля про макраме юля про типа вот этот боли боли панга тулум немножко да она мы в это играем играем открыто юля королева тюрбана и это ни от кого не секрет то есть выдержано это комплект про юлю но давай так я считаю что классно что вы не перегрузили мейком что он такое просто лысый практически юля не накрашенная как будто бы с пляжа только вышла и про тулум сейчас я это слышу тебе нравится как юля отработала лук вот ты бы изменил что-нибудь в позе или там был еще миллион после нам зачем на эту фото там был еще миллион после у меня все есть тоже блин классно было бы в движении это чтобы все веревки летели смотри опять же проблема у нас есть в штате фотограф который мы волочем с собой и у себя релизим только фотографии которые делаем потому что ты знаешь прекрасно всегда на каком бы ты не мероприятия фотографируют как будто бы ты занял этих людей денег 20 лет назад ты забыл про это это правда то есть как будто тебя хотят отомстить это про графе всегда то есть мы сколько раз глядя с машками нагаровыша она говорит господи как бы я не нарядилась просто всегда фотография как будто бы я тиф перенесла это правда так ты смотришь и думаешь господи почему она ну вот так но пока из того что мы видели зеверт лучше спасибо большое привет продолжим потом там дальше жесть трэш я видел ее в живую в этот день это жесть это просто шайтан это просто жесть это мари кранбери это просто это жесть шайтан не знаю как угодно назовите у меня вопрос почему-то меня больше всего беспокоит это вот эта пипка на носу вот у нее камушек вот ровно на носу нет все остальное ужасно просто я смотрю на нее вижу пипку тут все не в попа тут вроде бы все блестит но при этом босоножки не отсюда это платье расшитое зеркальцами выглядит ужасно это тоже какой-то самопал пудово прокатное платье ну то есть типа это платье шитое для какого-то фильма или или ну то есть это вещь шитое по поводу съемки сто пудов мне знаешь что не нравится что все это как будто бы цитирование драг культуры драг эстетики в мари крайнбери музыку пишет не про драг культуру это просто поп-музыка почему она играет в драг это накладные ногти перчатки очень много декора искусственные волосы мне непонятно то есть для меня тут такой диссонанс на значит выглядит как девочки google которые работают в клубе типа бирди где типа ты пришел сидишь с пузиком около тебя сидит кисулькина красотулькина и вот эти типа в перьях шеи пипка у них носу типа это выглядит очень опять же очень оперетошно и бутафорски это не комплект это не дорожка это возможно комплект для какого-то клипа где она играет курочку которую шандарахнул диско шар я думаю что мари крайнбери конечно наблюдают за тем что происходит в мировом шоу-бизнесе и драг эстетики там правда сейчас очень много опять они там очень важно да что это очень сложное блюдо для того чтобы прийти в этот монастырь нужно быть очень в материале прийти напялить перо и вот это типа пипку на нос и и нет ну то есть ты не можешь прийти в драматический театр для напевочистушек ну правда это немного разные места немного разные поводы в общем не сработал лук не сработал совсем плохо кол класс к митю фамину прям туда на продленку оставляем вообще так это по моему знаешь кто жена футболиста какого-то это мария погребняк давай сразу сейчас тогда будем ее судить также как ксению бородину потому что она не певица не артистка она просто пришла на премию и поддержала мадженту вот этим топом я скажу что мне нравится мне нравятся эти ботфорты штаны смотри если бы тут не было митинок они во-первых не в том в итоге это перчатки короткие во вторых типа чок чему брюки супер она сильно худощава это хорошо ну вот типа все хорошо кроме если вот так не смотреть на лицо вот я бы знаешь как сказал все хорошо вот так вот только брюки но потому что топ корявый вот смотри брюки мне кажется может быть даже какие-то дорогие а вот топ корявый знаешь почему топ корявый потому что он сел по пройме у него видимо сделано не знаю у него видимо большой объем груди да и очень тонкая талия судя по объему бедра и консет не сажали да они сажали она просто взяла его готовый и он должен был здесь быть не тянутым а тут все скукожилось и сжурилось и в итоге сидит это все некорректно митинге мне не нравится зачем носить митинге но либо тогда лаковые наверное надеть надо было почему она с сумкой на красной ковровой дорожке чтобы подержать никто не мог ну не знаю короче я голосую за эти лаковые брюки ботфорты они выглядят супер и подходят по фигуре но все остальное не туда топ должен был сидеть идеально идеального к сожалению не сидит трояк асти мы знаем кстати кто асти одевал и асти одевал наш коллега ибрагим гацыев и у меня к тебе вопрос все сейчас говорят о том что асти это новая лобода это новая лобода и она вот сейчас пытается занять ее нишу по стайлингу по подаче и так далее ты с этим согласен честно говорить да конечно ну вопрос типа это же ну сегмент да то есть типа был макдоналд стал мк вот этот ровно тот пример но знаешь что меня ранее это не в плохом контент асти супер аньку люблю мы близко знакомые с ней даже пару дел съемок и она супер душевная невероятная какая-то просто душа душа сердечко сердечко мне нравится что мы говоримся с а безусловно талантливой исполнительница я щелос угол о мировом голос голос тембр и то что сейчас она так внимательно следит за своим стилем и понимает что есть освободившиеся ниши куда можно запрыгнуть почему бы этого не сделать давай будем честны этом корпоративки будут отбиваться дай бог здоровья опять же делать вопрос ну честно же можно говорить конечно ну типа играть в диву и быть дивой это две разные опции тоже просто типа на видну нарядиться и типа ну давай будем честны но тут света как бы я не любил свету мы очень много лет дружим и работали много лет света выходит на сцену даже если правда она была бы в мешке из под картошки и это есть только внутри что она заполняет полностью анютка супер классная но она долгое время работала в тандеме работать в двойке эта форма парного конференса ты не можешь завтра выйти и такая типа все мимо я никогда еще так сильно не любила ну то есть кому он правда но мне кажется что у нее может получиться если она поставит перед собой если она поработает с ибрагимом хотя бы полгода ибрагим супер вот ну то есть типа вот этот выход это первый выход это понимаешь они работали до этого ну то есть предыдущая премия жара где она в каком-то хрен пойми каком хлопчат бумажном платье с филиппом и и вот это выходе я считаю что это красиво и вспомнила баду которая тоже когда-то была там на третьем месте для игра непонятный какой-то девушка явно со стержнем было видно что она пробьется но она долго чертыхалась но я считаю что асти на правильном пути это хороший выход правда мне очень нравится эта юбка из плотной дорогой ткани как будто бы задрапированная на ней этот короткий топ видно что она подсушилась то об сидит хорошо этот контраст блестящего топа и яркой юбки и даже смотрите как здорово на дорожке цвета фуксия смотрится это красно-морковная сочетание мне очень нравится на красивые волосы здесь это красивая накладка они красиво лежат здесь затемнение на корнях в общем супер загорелая секси штучка и асти просто должна превратиться в диву не только внешне но еще и по подаче вот и все я считаю что это очень хорошо ибрагим молодец асти молодец так у нас здесь мужской выход забыл поставить асти молодец ибрагим молодец а пятерку получаете ибрагим сердечко блин мне так жалко эту девочку эти кто это девочка новая солистка артика асти ну правда в последнее это платье ну вы серьезно но тут вот сравнивых асти и да она дико талантливая она ее тоже господь бог поцеловал связки она голосит и наверху и внизу и тембрально невероятно но просто что на голове кто тебя покрасил зайчонок любимка ну правда это черный этот браслет из кожи на шеи какой-то чокер от блох что ли я не могу понять чузы ну правда самая дешевая пайетка рубль двадцать за три метра ну ой но это очень плохо правда еще она такая острая на самом деле зачем ей сделали мягкую укладку я зачем ее так тепленького лица покрасили чтобы у нее острый нос скулы губы зачем вот это вот волна чтобы что очень плохо она немного у нее голова главная героиня фильма москва сызам не верит где она заходит вот так бросает пакет и вот добрый вечер я бы не пытался из нее сделать асти она отдельный персонаж конечно я бы вообще поиграл бы наверное в ее вот эту пацанскую такую как ты это почувствовал она абсолютно она такая очень брут я бы ее сделал знаешь питер до из последнего показа у них есть супер огромный пиджак реально огромный он просто в пол вот с такими рукавами поиграл бы в мужскую вот эту эстетику с ней остроту подчеркнуть ее скулы лицо они из нее сделали тюлям тюлям тюля дурацкого я говорю тебе она просто она выпускница в деревне керчиш красноярского края причем странная троечница нет очень плохо некрасиво вот здесь на груди все это сидит то ли это на скотч приклеивали очень господа коллеги друзья если вы шьете что-то из пайетки помните и кутюр и деми кутюр по краевке иссякается пайетка для того чтобы она вот так не торчала как спина рыбы ну правда ну а вот да попросил плохо притащен нет нет но это плохо это просто плохо сидящее платье все очень кустарно все очень выскошитель очень плохо давай дальше стивен сигал ну правда кто нам эти фотки прислал что-то делал стивен сигал с телефон это очень смешно właśnie телефонами с тремя. У него три телефона. Мне кажется, это электронные книги какие-то. Которые, помнишь, черно-белые. А дед, он как будто бы он электронный пастор. И у него электронные библии. Думаешь, у него парик вот этот приклеенный к голове или что это? Как у манекенов, знаешь, такой на картоне. За капсоном до нашего. Боже, какой ужас. Давай листать дальше. Это реально он с электронными библиями или с электронными книгами стоит. Это жесть. Это рэпер Звонкий. О, класс. Я не знал, как он выглядит. Вот так он выглядит. Ну, давай будем честны. Если бы не было этой Кэппи, он даже очень как будто бы неплохо выглядел. Да, и давай будем честны, потому что на нем мой костюм. А, правда? Да, личный. На самом деле мы общаемся с ребятами и они у меня попросили костюм, я им дал костюм. Да, это продюсерский центр Вильвет. Все супер на шее, супер. Майка черная, бомба. Раф Симон с кроссовки. Нормалек. Не свежая коллекция, но они к месту. Кепочку к черту. Ну, то есть, если бы там была просто черная классная бейсболка какого-то бейсбольного клуба американского, ну, или российского, не знаю, если не... Это было бы хорошо. Он был бы такой немного Раф Симонс. Хороший костюм. Ну, правда, симпатично. Красивый костюм. Прикольно, что мне оказался этот цвет в гардеробе. Я ребятам с удовольствием его дал поносить. Вот. Там дальше у тебя просто... Жасмин. Она здесь похожа на эту... На хрюху из... Из... Ну, погоди, помнишь? Это не я сказал. Купальники тройном. Но я сейчас имел в виду не то, что на хрюху, а то, что купальник такой же. Чего к чему эти накладные розовые бомболейлы? Я не понимаю, что это за лоб. Я тоже не понимаю. И вот эта причесочка аккуратно, опять этот аккуратный макияж. А немножко это Арина Родионовна. А кто это? Ну, няня Пушкина. А, господи, вспомнил. Арина Родионовна, да. Мне кажется, что проблема этого платья не в том, что оно некрасивое. Оно на более тонкую, звонкую, точеную, условную Лену Пермину. Это тоже не я сказал. Которая сделала бы из этого платья такую Александру Рич. Это про тонкую, звонкую рок-н-ролльщицу. Потому что так должно быть. Жасмин, ну, не рок-н-ролльщица. Платье превратило ее опять в колонну с каким-то непонятным верхом из вот этих розовых буфов. Некрасиво, неэлегантно. Плюс платье черное. Сзади, на самом деле, тень от нее же, от вспышки. Она, на самом деле, стройнее. Но вспышка добавила тень. И платье выглядит в два раза больше. Ну, в общем, платье колонны и не на нее. Не на фигуристую, не на пышную грудь, не на бедра. Это вот на тоненькую девочку, вообще без изгибов. Я поставил бы трояк. Трояк очень устойчивый. Устойчивый. Трояк плохо, но устойчиво. А вот что мы поставим вдове? Вдове. Модной вдове. Алене Водонаевой. Что за лук? Если это юмор, трэш и угар, то я ставлю пятерку. Я думаю, что это не юмор, трэш и угар. Это дизайнер, который зовут ее... Это, который в битве экстрасенсов участвовал. Якубович. Якубович, да. Она играет в эту эстетику. Они дружатся Аленкой, скорее всего. И это очень плохо. Это очень плохой союз. То есть, если бы это была какая-то стилизованная вечеринка, на которой... Ну, хотя, возможно, это манифест. Если она будет о чем-то сообщить. Я про это же, что если это манифест, мы просто о нем не знаем, значит, манифест слабый. Если это заявление, ирония и постирония, постмодерны, бла-бла-бла, то это прикольно. Я не уверен, что мне нравится на это смотреть в контексте РУ-ТВ, но то, что это немножко гучи, эти длинные ногти, этот крест, вуаль, в этом что-то есть. Если она заявляет этим, что она пришла на похороны русского шоу-бизнеса, то как бы, да, если форма протеста, то это классно. Короче, я считаю, на фоне многих звезд, это выглядит хотя бы как заявление. Этот лук хотя бы можно домыслить, додумать и понять, что тут есть какой-то посыл. Поэтому я считаю, что Водонаева крутая. Абсолютно. Ну, то есть, тут хотя бы может заблудиться взгляд в каких-то приемах, и это вуаль. Это выглядит уместно, это выглядит добротно, это даже как будто бы с тонким намеком на кутюр, не знаю, нужно вещь смотреть, но это неплохо. Неплохо, ну правда. Я бы не сказал, что это нужно всем повторить и взять на заметку. Скорее взять на заметку нужно то, что луки могут быть такими, что ты их додумываешь. Они как бы тебя вдохновляют, впечатляют, ты пытаешься это разгадать. Ну, загадка какая-то в этом должна быть. И здесь она явно присутствует. Явно присутствует. Ну да, я хотя бы остановился и подумал, почему так наделось. Да, очень иронично. Давай тогда продолжим? Да. Полина Гагарина, главная дива российского шоу-бизнеса сейчас, в платье от Давида Кама, и, кстати, в похожем платье, или даже в таком же платье, недавно выходила Меган Фокс. Как тебе? Ожидаем, я бы так сказал. Да, Полина тонкая, звонкая, всегда немного... Честно, очень хорошая голова. Типа как будто она ее просто классно прочесала, поэтому это долгая работа в стиле Костика Чегова. Ну, кажется, возможно, это было... Шесть часов, я думаю, что нет. Ну, не знаю, шесть часов чеш, ты потом типа делаешь вот так пальцем, чик, и оно... И ты думаешь, господи, как он это делает? Вот тут типа сильно классная голова. Правильно небрежная к месту. Потому что если к этому платью, они бы нашандарашили ей на голове какой-то, типа это был бы ад. Очень хорошо, что она чистенькая, без украшений, как я вижу, да, просто какой-то там религиозный знак на груди. Мне не очень нравится то, что делает Дэвид Камай, ну, как бы сносно, но... Я бы сказал так, что это ожидаемо красиво, очень в стиле Полины. Абсолютно. Платье по фигуре с графикой, с красивым высоким разрезом. Это и секси одновременно закрыто. Очень красивые волосы, с тобой согласен. И единственное, что темноватыми кажутся ноги, но я думаю, что это из-за вспышки. Но лук супер, платье супер, обсуждать здесь нечего. И вполне вероятно, что оно ей идет даже больше, чем Меган Фокс. Вот может быть. Да. Как-то вот она в нем органично. И перчатки эти, и для красноковровой дорожки подходят, и для выступления, потому что на крупничке все это будет красиво смотреться. У лица микрофонная зона. Да, 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 да. Нет, Полина супер. Ну, я думаю, что пятерка однозначно. Двигаемся дальше. Наша Муся-пупуся хорошенькая. Называй ее мамина любимка. Это любимка моей мамы. Яночка Рудковская, девочка, хорошая, великолепная. И, конечно, ноги Яны – это что-то с чем-то. Просто to die for, как говорится. Ну, а что остальное? Ну, остальное. Янка, видимо, не выезжала давно из страны, потому что в этом платье она куда только не ходила. Правда, серьезно? Да, на Новой Волне она была в этом платье, на сольнике Билана она была в этом платье. Причем я даже где-то читал, что это. Ну, знаешь, зато очень современно. Да-да, что типа что она состояния была, и она типа три раза может выходить. Окей. Мне кажется, что это ок. Ок, опять-таки, учитывая тот факт, что Яна Рудковская не певица, не исполнительница, не заявляет какой-то свой новый альбом или новый трек. Это ок. Классное короткое платье, которое показывает ее потрясающие ноги. Красиво открыты плечи. Вот эта зона как раз задекорирована. Ничего мы здесь не видим. Шлейф, который тоже красиво смотрелся в движении. Туфли по цвету подходят. Классный банальный лук. Тоже для выпускницы, пожалуйста. Вот красивое платье, красивые туфли. Милая маленькая сумочка. Кстати, впервые меня не бесит сумка, которую я вижу. Ну, маленькая сумочка. Микрадиор. Микрадиор, да. Такая. Тынь-тынь-тынь-тынь. Я пошла, телефон положила. Ну, мне кажется, что это реально неплохо. Вполне себе. И даже красиво смотрится голубой на фоне розовой дорожки. Очень, очень все мило. Опять все руки в каких-то у нее там... В браслетах, да. Да, конечно. И опять там какой-то бумажный браслет, что ли. В общем, непонятно зачем. Я бы тоже убрал всю эту лишнюю бежуху. Было бы хорошо. Я бы даже на груди не оставлял вот это... Как это? Свет с океана. Да, у меня какой-то там... Какой-то камушек там на груди. Ольга Серябкина. Она Бруккали. Кстати, вот так смотри. Ну. Ну, знаешь, некоторые звезды голливудские бьются за то, чтобы стать мемом. Вряд ли она настолько сама к себе иронична, что она такая, типа, своему стилисту говорит, Игорь, там, или Антон, ну, там, Влад или Лариса. Ларис, слушай, да, шандарахнем прям, чтобы хохотала вся страна. Ну, нет, конечно. Она говорит, типа, слушай, я припру тебе лиф с жидкой чашей. Ну, чтобы ты положила туда титю. И чтобы все видели, что титя на орбите. И чуть-чуть брокколи снизу. Подушка из брокколи. Будет супер. Будешь просто невероятная. Но боюсь, что было не так. Да, конечно, она говорит, типа, слушай, я тебе юбку нашла, шандарахнешься. В ней на утреннике, на детском играли, играла жабу или, как называется, болотную пену. Одна актриса, никому неизвестная. Юбку могут дать на один день. Она говорит, дай фотку. Та фотку скидывай, говорит, нормально. Шик. Надеваю. Я так скажу. Юбка напоминает чем-то творение одного симпатичного бренда, который называется Act No. 1. Я о нем неоднократно рассказывал. Это такие рюши из сетки, нашитые на жакеты или на брюки. Но мне кажется, это все-таки юбка на более высокий рост. Оля невысокая. На месте Оля поиграл бы, не знаю уж, если бы очень сильно хотелось это брокколи надеть. Может быть, с какой-то толстовкой серой, с капюшоном дурацкой. Ну, вот что-то такое. То есть уже тогда в эту комичность ее нужно типа тогда раскручивать от барабана. Потому что, ну, то есть, она ведь в элегантность хотела сыграть, я тебе клянусь. Да. А за что боролась, на то и напоролась. Ну, это, конечно... Просто шайтан-машина. Если Серябкина хотела быть брокколи, тогда супер. Да. Оль, если ты смотришь обзор, чиркни мне, ты брокколи хотела быть или все-таки элегантность. Если брокколи, то пятерка. При этом дико модная стрижка, обалденная, обожа. Драная челка? Да. Чуть передавила с мейком, конечно. Там опять драг-мейкап. Вот этот. Драг-глаза. Мне кажется, что русским девчонкам не надо такое делать. Это мейкап для бьюти-блогеров, чтобы снять вот эту крутилку с яркими глазами. Но красивым девочкам это не идет. Угу. Давай, Серябкина, за то, что нас посмешил, пятерку. Давай. Ну, это реально прикол. Это брокколи. Ну, это называется комовство. Нет, это называется, что это прикольно. Мне очень обидно, что у нас нет такого большого количества мамоделов, чтобы вот эта брокколи так же распиарилась по стране, как Риана с яичницей, например, с Мэггала. А если бы они, правда, этот прием применили, и она тебе скажет, что... Конечно, делать бы это вирусняком. Это было бы супер. Просто вот это платье, это прям про вирусняка. Из него можно было бы устроить такую бучу, а сейчас-то уже все. Ну, либо вот в последний вагон можно впрыгнуть, и срочно начать делать мамасики с брокколи. Певица Слава. Певица Слава. Певица Слава. Я даже знаю, кто ее одевал. Да, я очень к ней предвзят, потому что я дико ее люблю. Не творчество, а именно ее. Я считаю, что более трушной чувихи на русской эстраде нет. То есть если Славе что-то не нравится, она говорит, так, послушай сюда. Это мне не нравится. И поэтому она... Потерпеть она не может, если ей не нравится? Нет. Она, типа, вот такая. Она прям, типа, не в бровь, а в глаз. Так, одевал певицу Славу Александра Рутюнов. И, на самом деле, я видел в движении этот лук, и он выглядел лучше, чем на этом фото. Тут опять от тени, от вспышки ноги кажутся вот такими, хотя они, на самом деле, не такие. Короче, так как Слава трушная, явно здесь не играет в элеганзу-экстраваганзу, она здесь угорает и просто стебется, то если это Стёб, то мне это нравится. Она абсолютно, правда, это, типа, не форма, что она, типа, пришла. Она показать немножко ножки и диньте. Нет, она прям, типа, пришла сказать, типа, так, я вот так нарядилась, и если вам не нравится, то уйдете нахрен. Ну что, здесь мы видим с вами тренды. Это перья, это cat suit, так называемые комбинезоны на все тело, даже с перчаточками. Я бы заменил обувь. Она здесь слишком акцентная, тоже с какими-то бантами, но красивая. И я бы сделал, знаешь, у нее давно была такая укладка мокрой, такой, Versace. Назад вот такие мокрые волосы. Где она в кожаном черном плаще, это моя съемка. Вот, вот видишь? Вот я бы убрал волосы назад, оставил бы этот же макияж, убрал бы все эти серьги, весь обвес, и было бы супер. Слава, любовь, четыре в четверти. Четверку получается? Да. Вот кумовство, Коль. Ну ладно. Ну ладно. И закончим наш обзор мы. Анной Семенович. Ну я не знаю, Коль. Мне просто интересно. Мне кажется, что она дни издевает. Я знаю, кто ее одевает. Представляешь, мне написали, я писал, типа, пост о том, что, типа, чуваки, зачем вы издеваетесь? И мне написали, типа, Коль, ты знаком со стилистом, с ее, и написали мне человека. Не скажу. Ну просто все понимают, что Анна... Дама видных форм. Да. Ну то есть, типа, я думаю, что она стремится к 62-64 размеру, и я не лезу, я, типа, это супер. Но любой, самый большой размер можно вуалировать более уместно, играть в геометрию и обман визуально. Ну, Коль, что это за частые пуговички? Вот такие, вот как будто бы она огромная, ей пуговиц не хватало, они вот... Ну зачем, зачем? Это же прям самошив. Подожди, а до этого мы с тобой весь этот сам издат смотрели, и тебе казалось, что, типа, это окей. А Митя? Они все в одном ателье, что ли? Да, Микошу, они шьют у одного этого человека. Это просто жуть, это очень плохо. Это реально шкаф, это фигура, где нет ни одного изгиба, мы ничего не понимаем, хотя можно было бы поиграть и подчеркнуть формы Анны по-другому. При этом очень красивая голова, очень сдержанный, нормальный мейк. Вопрос, типа, почему... Очень плохо. Это просто плохо. Вот эта бахрома внизу, зачем эти базовые, повседневные замшевые туфельки на невысоком каблуке? Как эти два цвета встретились? Вот этот мокрый кэмэл и этот филоэд. Кольцо какое-то натулило на нее, зачем? Ну, опять же, если вы понимаете... Еще раз, девочки, коротко про Тити. Если вы понимаете, что ваши Тити немного биг, и между ними просто остается вот такая строчка, то можно в лифе вот так взять и Титю чуть-чуть отвести. И Анна с очень симпатичным силуэтом. То есть не вот это... Осторожно, двери закрываются. А типа симпатичный Титин силуэт. Даже самую большую Титю можно симпатично оформить. Запомните это. Это сегодня просто лекция от Николая Овечкина с множеством советов. Коль, я предлагаю закрыть тему Анны Семенович. Понятно, что, к сожалению, все очень неудачно. Ну, посмотри, какой красивый мой, правда. Очень красивый. Да ее можно сделать хорошо. Ее можно сделать хорошо. Ань, я тебя молю, правда. Номер телефона просто напиши. Ну, очень дорого. Ну, бог с ним уже. Один раз можно потратиться. Ну, один раз можно. Возможно, этот обзор поможет Анне Семенович. Нам с вами пришла пора прощаться. Это был Рогов Лайф. Кто был сегодня лучший? Зиверт? Конечно. Это кумовство, Коль. Ну, Саш, извини. В общем, лучшая на этой неделе Зиверт. Мы с вами увидимся. Что ты, Надь? Ты что, подмигнул сейчас? Ну, я тебя приветствую. Ладно, пока мы не подрались. Всем пока. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас любим, обожаем. И будем дальше радовать и вдохновлять. И ты говори, ставьте лайки, колокольчики сказал? Скажи ты сюда. Ставьте, значит, лайки, колокольчики. Подписывайтесь. И будьте с Сашей. Да, будьте с Сашей, будьте с Колей. Подписывайтесь на Колю в Телеграм. Все ссылочки обязательно оставим. Пока. Чао. Телефон так и пролежал. Да. Все. Все.